Здравствуйте, уважаемые зрители! Мне пришло более десяти писем с просьбой разобрать видео вот этого некоего Ивана Русских, вот такого человека, подражая голосу которого, вернее интонации, я сейчас говорю и буду говорить это видео, по крайней мере. Называется оно «Сало. Лучший витамин. Ешьте много и не бойтесь». В этом видео Иван Русских призывает есть много сала, хвалит его, пишет ему дифирамбы, и якобы научно что-то объясняет. Но почему я решил разобрать это видео всесторонне и научно? А потому что мне прислали вот такое письмо. Сейчас я вам его зачитаю и зачитаю переписку с этой женщиной, и вы поймёте, что, зачем и почему. Итак, добрый день, Юрий Андреевич! Не могли бы вы при возможности прокомментировать данного индивидуума? И ссылочку на это видео дают. Родственники, её родственники, отчаянно ссылаются на него, как на последнюю надежду. Вот только я так и не понял, по-моему, до сих пор, на какую именно надежду. Говорят, что, мол, всё так научно и аргументировано. Я пишу так. Спросите у них, у родственников, что именно в речах этого человека их перевернуло. Что такого они услышали, что заставило их в какую-то надежду уверовать. В надежду на что? И почему? С чего? Что именно по пунктам научно он пояснил и доказал? А, кстати, а вы замечаете насчёт научности. Вот сейчас будете слушать и проанализируйте, где тут научность, во что родственники этой женщины поверили. Поверили. Расспросите и запишите. Пишу я ей. Жду. Пишет мне эта женщина. Задание озвучено. Как только, так сразу. Могу сказать одно. Они поверят во что угодно. Так как у самих аргументов уже никаких не осталось. Что естественно. А тут вроде человек не быдло. Биолог. Умные слова, говорит. И всё такое. Значит истина. Слабости, нежелания. Отступать от привычного, говорит в них. Но я всё же горжусь тем, что не только себя кардинально изменила, но и внесла довольно большие перемены в их жизни тоже, благодаря вам. И я верю в то, что они всё же прозреют. И вот пишет она дальше. Получила список ответа на мои вопросы. Итак, пишет. Первый пункт. Человек не глупый. То есть, это родственники ей объясняют, почему, от чего и так далее. Человек не глупый. Излагает материал последовательно. Без лишних эмоций. Вот какой аргумент. Без лишних эмоций. А если эмоции, то значит аргументов нет. Это как-то связаны аргументы и эмоции. Это что? Взаимоисключающие понятия эмоции и последовательное изложение материалов. Вот это уже глупость. Ладно. Речь грамотная. Прекрасно. Что изначально вызывает доверие и желание слушать дальше. Вот, кстати, то, что сейчас, внимание, вот эти люди написали. Шесть пунктов. Это чисто классическая, как бы так сказать, схема, когда люди думают не разумом, воспринимают не рассудком, не аналитику воспринимают. А что они воспринимают и почему? Вы сейчас послушаете. Ну, уже видно в том, что они пишут даже, что людям нужно. А людям нужно просто убедиться в том, во что они верят. Вот и всё. Второй пункт. Говорит о составе продукта. Ну, я в шоке, конечно. Он так говорит о составе. Вы внимание на это обратите тоже внимание. Сейчас услышите, как он говорит о составе. Перебегая к научным терминам, арахеидоновая кислота, жировой обмен и так далее. Ой-ой-ой-ой-ой. После чего создаются впечатления, что человек понимает, о чём говорит. Вот какая схема-то хорошая. Эту психологию людей, простых обывателей, что называется, очень хорошо знают различные спикеры, так называемые, на что они и давят. Ты уж лепи последовательно, спокойно, с доброжеланием, побольше терминов сыпь. И тогда твоя речь дойдёт и сделает то действие, какое ты хотел, чтобы эта твоя речь сделала в сознании людей. Да, здорово. Так всё и есть. Правильно. Пишут дальше. Как говорится, человек в теме. Опять-таки, вызывает доверие. У людей без специального образования и думается, что человек прав. Третье. Говорит о том, что полученных из, например, льняного масла, полиненасыщенных жирных кислот организму недостаточно. Да ну. Так как не у всех хороший обмен веществ. Ну, это прям научная аргументация. И животный жир заставляет лучше сокращаться желчный пузырь. Гениально. Что исключает его болезни в будущем. Изумительно. И это он говорит уверенно, без сомнений, как специалист. А учитесь. Учитесь, как психологически нужно доносить до людей то, что хочешь пропихнуть. Это не то, что я, когда и обзываюсь, и грублю. То есть, такой хороший бизнесмен, который вот все делает для того, чтобы у него покупали, как некоторые идиоты говорят. То есть, напротив. Да, вы поняли, что я как раз говорю всегда правду. И у меня обостренное чувство справедливости. Поэтому я часто не выбираю выражения. И совершенно это не в пользу моего бизнеса. Да? Как вы понимаете. А надо как он. Вот у него идеальный вариант. Я не люблю глупость, идиотизм, наглость. Я не люблю, когда брюхом, на самом-то деле, обманывают разум человеческий. Себя успокаивают, других запутывают. И скрывают за высокими материями желание вкусно пожрать. Вот это я не люблю. Поэтому мне плевать, кто у меня что купит, не купит. И правда для меня выше всегда, чем какие-то заработки. А было бы не так, я бы гораздо больше зарабатывал. Ну ладно, идем дальше. Говорит не только о пользе, но и о том, что нужно соблюдать меру. Слушайте, гениальная психологическая просто вот программа. Метод управления. Хорошо, что нужно соблюдать меру. Если жирное нельзя, прослеживается забота о зрителях, что тоже располагает к себе. Пятый пункт. Говорит, что сало нужно даже беременным женщинам и маленьким детям. Но если даже им можно, так другим вообще сам Бог велел его есть. Да, сам Бог. А может быть, дьявол? Ведь как же получается сало? Может быть, оно растет в огороде и оно само произрастает? Нет. Нужно свинку выкормить, а потом предательски пулькой в лоб или ножичком горлышко перерезать. Кровь-то выпустить, пока она в конвульсии бьется. Главное, ножки связать. Кишочки выпотрошить, шкурку содрать. Ну, а потом засолить эту самую жировую ткань, сало, которое так вкусно называют. И с чесночком, с какими-то аппетитными приправками, солью. Ну, и дальше вкусненько есть. Видите, как сам Бог велел. А может быть, велел не Бог? Теперь шестое. Говорит, каким должно быть правильное сало. О, чтобы была только польза. Советуют сочетать его с паприкой, чеснокой, куркумой. И многие знают, что это действительно полезные продукты. Отсюда люди делают вывод, что если сало ставится с ними наравне... Стоп. Вывод сделали вы идиотский. На этом основании делать вывод, что сало ставится наравне, нельзя. Он лишь говорил, да, там, о том, почему это полезнее. Хотя само сало по себе, он говорит, полезное. А это будет ещё хорошо. Потому что есть антиоксидантные свойства некоторых трав. Определённые свойства каких-то, значит, определённых компонентов трав. И так далее. Но люди делать вывод, разумные, что сало становится с ними наравне, из этого сказанного вообще нельзя. Ну ладно, тем не менее, пишут родственники дальше. Следовательно, никакого вреда от него быть в принципе не может. Правда? И я дальше пишу этой женщине. Это они вам так ответили? Она отвечает. Нести в массы, так сказать, данную информацию стала моя родственница одна, которая занимается серьёзно огородом. Она смотрит каналы этого Ивана Русских. Их всегда говорила, что он правильные вещи речёт. И все советы ей помогают. Ну, по огороду. И тут это видео про сало. Да это же просто отдушина. Это просто бальзам пролил Иван Русских, вот этой родственницы, на душу. Она же так хотела, а вроде бы слышит, что вот вредно, нельзя, мясо, молоко, сало там и так далее. И тут ей бальзам налили. Ну как она рада? Естественно, она очень рада. Ведь такие люди ищут только любые люди, зависимые от чего-то, желающие чего-то сильно. Они только ищут повод оправдать свои зависимости и пристрастия. А кто им это скажет, что можно? Они рады. Дальше пишут. А вот сегодня утром ещё. Вот посмотрим, как ты будешь зимой на своих плодах да корешках. Ух ты, какая наглятина. Ну, это такая вот. Ладно, моя лекция из сыроедения в Сибири. Посмотрите. И там письмецо одно очень интересное. Ну, собственно, не одно, но, так сказать, вот советую таким, вот этой родственнице покажите. Дальше пишет. И, конечно же, все её поддержали. Ну, родственники, родные. И моих аргументов уже мало на них, на всех. Даже своего собственного примера недостаточно. Начинается про то, что у всех всё индивидуально. Слушайте, вы знаете что? Вот я сколько живу и сколько уже долгих лет анализирую вообще психологию человеческую. Вот все как биороботы. Все, когда пытаются что-то оправдать, у них, у всех отмазок очень мало. Они начинают про, а так положено, а вот в Библии написано, нам думать нечего. А растениям тоже больно, поэтому животных, мол, горло режь и кровь выливай и ешь. Какая разница? Если растениям, типа, тоже больно, а они верят, что им больно. И раз растениям больно или жить хочется, то вот, собственно, животным какая разница. Так. Потом. У всех всё индивидуально. И ещё несколько видов отмазок дешёвых для инвалидов умственных. Ну, дальше она пишет. Начинает про то, что у всех всё индивидуально. А вот у меня перестаёт кишечник болеть от кефира. А мне вот сало с луком физически прекрасно и т.д. Ну, и дальше пишет. Скажем так, я не заставлял их ничего насильно менять, а просто началась с себя. Естественно, это стало заметно. Всю жизнь я ел варёную индейку и хлистал кофе по утрам. И тут резко, ну, как резко, полгода. Какое-то сыроедение, веганство, живое питание. Мне стали задавать много вопросов. Я стала на них аргументированно отвечать. Кончилось тем, что мне уже не могли ничего возразить. И передумали есть творог на завтрак и курицу на обед. Впечатлились. Стали просиделать им тоже салаты, давать проростки. Но всего на пару дней такого питания. Стали нервничать от того, что якобы такое питание скучное. А вот оно как. Да-да-да, в этом-то вся и суть. Не даёт такой энергетической ценности. Нет, оно брюшной радости не даёт. И как вообще можно без тёплой пищи, если не жара? Вот оно как, бедняги люди-то. Действительно, никак к ним нельзя. В природе все мучаются, живут, просто выживают. И только человек. Такой венец творения. Ну, никак не может. Все могут, а он нет. Начались какие-то доводы и отчаянные попытки переубедить и себя, и меня, в том, что полное сыроедение. По крайней мере, зимой. Ну, естественно. И по крайней мере, в городе. Да, ещё одна дешёвая отмазка – это в городе и про зиму. Ммм, две вернее. А ещё стало брать зло, что не могут есть ранее привычную еду. Большую её часть, так точно. И тогда начали искать какие-то доводы уже со стороны. Так и нашли данное видео Ивана Русских. И стало им сразу спокойнее и веселее. К слову, ваш канал, они тоже смотрят по моему же совету, чтобы лучше всё понять. По крайней мере, с мясом и молочкой согласились. А насчёт сала и кисломолочных ферментированных продуктов, так навязываемых, не нашли ничего у вас. Вот и надежда ставить эту свою часть рациона. А также оправдаться при этом перед собой. Ну, совершенно верно, наша, моя зрительница, совершенно правильно всё поняла, писала психологические моменты, портреты, что называется, причины веры, вот в сладкую, так сказать, в сладость вот эту вот психологическую зависимость и так далее, родственников. И правильно изложила. Ну, а теперь давайте перейдём непосредственно к прослушиванию этой маленькой лекции этого товарища. Потом покажу, что я ему написал под видео и что он мне ответил. Давайте, поехали. Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники. Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Иванова Наука. Сегодня мой разговор с вами будет о сале, о свином сале. А у меня потом будет с вами разговор о мозгах, просто о мозгах. Я специально делаю этот выпуск не из кухни, не из какого-нибудь пикника, где, в общем, тоже было бы очень уместно положить сальце, разрезать его и говорить о пользе, плюсах и минусах этого продукта питания. А я буду говорить о пользах этого продукта питания со стула, сидя у себя в кабинете в пушкинских гаражах. Но именно из лаборатории, потому что все-таки речь пойдет о более научных каких-то вещах, связанных с потреблением этого продукта. Но несмотря на то, что я вещаю не из лаборатории сегодня, а вот этот белый стол и синяя стоечка, конечно, серьезные атрибуты лаборатории научной. Но я вам, тем не менее, научно все же попробую обосновать то, что говорит Иван Русских. Свиное сало длительное время было демонизировано. Мы очень долго отказывались от свиного сала в пользу растительных жиров и даже таких ужасных, как маргаринов. Так, 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 маргаринов. Ну, во-первых, большинство людей, кто сало хотел есть, он его ел и не отказывался в пользу других продуктов. И масла эти не ел. А если ел, то да, кстати, и до сих пор едят и жарят на маргарине что-то. Несмотря на то, что сало тоже едят, и таких людей много. А теперь не надо говорить про растительные масла и про маргарин как знак равенства. Дорогие товарищи, вот зачем так нечестно поступать? Давайте я буду тоже сейчас спокойно и научно заметьте, и аргументированно объяснять то, что Иван Русских, почему-то, несмотря на то, что он вещает из лаборатории и на столе у него большие ломоть хлеба и кусок сала, тем не менее он не объяснил, что же такое маргарины. Дальше этого не будет. Вы в прямом эфире прослушаете сейчас и поймете, что он ничего про это научно дальше не рассказал. А я вот исправлю его оплошность. И сейчас расскажу вам, что такое маргарины. Итак, маргарин – это трансжиры. Трансжиры – это искусственно синтетически созданные жиры, а не природные растительные масла. Поэтому уже нечестно такую делать аналогию якобы. Теперь, в магазинах то, что называется едой, содержит маргарин, хотя этой едой, конечно же, не является. Это различные крекеры, различные, так сказать, вафли, печенье. Это и многие-многие выпечки, и всё, что угодно, дешёвые выпечки и так далее. Это всё содержит маргарин. Иногда в промышленность поступают очень хитрые продавцы. Они пишут гидротированные продукты. А гидротированные продукты и трансжиры или маргарин – это всё на самом деле синонимы. Вот это всё то, что, безусловно, являются мощнейшими канцерогенами и мутагенами. Естественно, это вызывает рак, что было давным-давно уже доказано, известно. И поэтому потреблять это в пищу категорически нельзя, в отличие от масел растительных. Но масел каких? Во-первых, не всех, и всех нет смысла. И масел только не окисленных. Масла действительно быстро окисляются. Ну, давайте послушаем дальше, что он говорит. Вспомните маргарин рама или что-то подобное. Вот я тоже что-то подобное, только чуть-чуть более научное, чем маргарин рама, пояснил, что же такое маргарин. Нас пугали холестерином, нас пугали воспалением, нас пугали холестеринами, бляшками, атеросклерозом и прочими ужасами от потребления свиного сала. Я очень далёк от того, чтобы что-то говорить на тему религиозных предпочтений. Ну, про религиозные предпочтения мы поговорим потом, хотя у меня есть такое видео «Библия и мясо». Однако, насчёт холестерина скажу, что да, пугали и были неправы в том смысле, в смысле биохимическом, что именно от сала будет атеросклероз сосудов и холестериновые бляшки. Они появляются совершенно от другого, и тут виноваты не жиры, а сало, если оно без прослоек мяса, а животные жиры называются холестерином. А атеросклеротические бляшки, атеросклероз и прочие последствия, да, такие как ишемия, дальше инсульт-инфаркт, будут от другого. Говоря об этих проблемах, о чём мы сейчас говорим, так вот, от мяса на самом деле, а точнее от высокомолекулярных белков и от неорганических водонерастворимых минералов, о чём я говорил во многих своих лекциях. Ну, слушаем дальше уважаемого Ивана Русских. Кто-то не любит сало из-за его вкус, кто-то у кого-то есть... Простите, дорогие товарищи, а знаете самое интересное? Попрошу своего программиста сейчас поставить вот самый кусочек, что же говорит Иван Русских с конца его завершительного слова. И вот на самом деле, вот на самом деле можно было бы ничего не говорить, тот бальзам на уши людей не лить, а просто, скажем так, всё это сводится к чему на самом деле, все его вот сейчас изречения. А вот к чему. Не бойтесь включать сало в свой рацион, оно принесёт вам очень много пользы, очень много здоровья, а потом, ну, это ведь вкусно, если оно хорошо посолено, если оно хорошо приготовлено, если приправлено чесночком, с лучком его съесть, в хорошей компании, это всё будет только на большую пользу. Ну что, дорогие товарищи, всё-таки продолжим. Да, ведь это всё хочется воспринимать за чистую монету и за правду. Ну, идём дальше. Какие-то убеждения, это всё пусть будет так, как людям хочется. Но я сегодня хочу поговорить о том, чем сало хорошо и как его надо есть. Действительно, как надо есть сало? Ну, веками ели сало, но всё равно люди глупы, не знают, как надо его есть, а Иван Русских сейчас объяснит, как надо есть сало. Ну, а о пользе это уже мне интересно. Что же он скажет такого о пользе, а главное, научно и аргументированно? Есть его надо много. Вот оно в чём дело. Главное, первый научный аргументированный его вывод, посыл, это то, что сало-то нужно есть много. Вот в чём дело. Ну что ж, сильно аргументированно. Научно? Ну, по современным меркам вполне. Сейчас наука находится на таком уровне, и люди на такой стадии деградации, что это вполне прокатит. Хорошо, первое, это сало надо есть много. Что ещё? Ну, конечно, не безгранично, но не ограничивая и не считая каждый кусочек, если съесть его, вам хочется. Конечно, если хочется вам выпить бутылочку пива, ну, или бутылочку водки, то почему бы не выпить? И главное знать меру. Ну, не две-три, конечно, не нажраться, как скотина, а буквально стаканчик-другой только на пользу пойдёт. Как вам такая научная аргументация? И аналогия полная с тем, как с 60-х годов начали рекламировать, говоря современным языком, потребление культурное, умеренное, алкоголь, с чем его надо, подо что, в какой компании. По-моему, аналогия полная. Ну, слушаем дальше. Сало почти на 40%, а иногда до 60% содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Это те самые жирные кислоты, которые называют такими полезными, которые содержатся в различных растительных маслах. Гениально и действительно научно. Ну, а если они содержатся, эти полиненасыщенные жирные кислоты, в разных маслах, почему же нельзя масла? Или просто дело в том, что сало вкуснее? В оливковом, в подсолнечном, в рапсовом, конечно же, и больше всего их в льняном масле. Очень здорово насчёт рапсового, это прекрасно, но действительно больше всего в льняном. Это действительно он правильно сказал. Так я более того вам скажу, добавлю научных терминов, что омега-3 полиненасыщенных жирных кислот в льняном масле в несколько раз больше, чем омега-6 жирных кислот. Это идеальное соотношение, и потому в этом смысле льняное масло стоит на первом месте по пользе, по полезности. На втором кунжутное, но вообще надо знать, что все масла быстро окисляются, и потому они должны быть в идеале вакуумного отжатия. Или как раньше это было на Руси, когда у каждого была маленькая мельница в доме деревенском, когда много муки не нужно, так, натереть зерно в муку. Так же стояла маслодавка, и тогда чуть-чуть, а на Руси всегда потребляли на севере льняное, а на юге кунжутное в основном преимущественно. Это до подсолнуха, когда его в Россию завезли в старые ещё времена, и так тысячелетиями. Как раз именно льняное масло. И это правильно, это действительно идеальное по соотношению омега-3 к омега-6 жирно-кислотным масло. Идём дальше. Дело в том, что когда жиры попадают в желудочно-кишечный тракт, как наш, так и свиньи, они могут не расщепляться, а они могут всасываться в том виде, в котором животное или человек их потребили. И откладываться в жировой клетчатке в том виде, в котором и они были потреблены. Благодаря этому сало содержит значительное количество этих самых кислот. Конечно же, качество сала очень зависит от и от кормления. Чем больше растительная пища, богатая ненасыщенными жирными кислотами, будет в рационе животного, тем полезнее будет его сало. Нормально. А почему не съесть тогда прекрасно усвояемое льняное масло непосредственно и не убивать бедное животное для того, чтобы сожрать сало, которое накопит в себе те жирные кислоты, которые свинья получит из того же льна или из других растений, где есть тоже жирные кислоты? Иногда используется комбикорм на основе той же рыбы. Сало может приобретать не очень приятный запах рыбный, однако же ценность его при этом гораздо выше. Именно по той причине, по которой я сказал. Значительную часть ненасыщенных жирных кислот составляет алииновая кислота, которая составляет базу оливкового масла. Эта кислота защищает наши сосуды как раз от вредного действия холестерина и вредного действия воспаления. А больше нигде нет этой кислоты, интересно сказать. Давайте покажем по табличкам, где еще есть эта кислота в растительных продуктах. А теперь давайте посмотрим, какие еще есть жирные кислоты в составе, например, льняного масла. Ну, коли уж про научные, так сказать, разговоры у нас речь идет. Не так страшен холестерин, как страшно воспаление. Про холестерин подробно я рассказывал в своей лекции по печени, желчному пузырю и поджелудочной железе. Посмотрите эту лекцию обязательно. А холестерин есть и низкой плотности, и высокой плотности. А также самое главное, дорогие товарищи, что холестерин синтезируется нашей же своей родной печенью. Если печень здоровая, то весь нужный холестерин для организма, она способна синтезировать в 10 раз больше в сутки, чем требуется организму. Холестерин, многие знают об этом, для какого-то будет эта информация новая, синтезируется у нас в печени. А, вот, вот, прекрасно. Ну, а коли холестерин синтезируется у нас в печени? Синтезируется у нас в печени, самим организмом. Даже если вы полностью исключите холестерин из своего рациона, синтезироваться в вашей печени он не перестанет. Так, а если так, а это совершенно правильно сказал Иван Русских, просто молочина. То тогда возникает вопрос, а нахрена есть жир животных? Если своего сала не хватает под кожей, то надо есть чужое? Ну, или, так скажем, съесть глаз своего врага, как это некоторые племена делали, чтобы лучше видеть самому. Наверное, точно такая же логика. Или всё-таки всё сводится к завершающей части этого прекрасного монолога. То есть, дело всё во вкусе. И не нужно тогда таких рассуждений, якобы наученных, а на самом деле не имеющих под собой абсолютно ничего. И проблема не столько холестерина, высоких доз холестерина, которые попадают в наш организм, сколько имеется в организме проблема воспаления. Сосуды воспаляются. Так вот, прекрасненько, молочинка, сосудики воспаляются. Так вот, если холестерин синтезируется печенью, даже если вы вообще не будете есть холестерин, то тогда и успокойтесь по этой теме. И не нужно говорить ни про сало, ни про масла, вообще ни про что. Он всё равно будет синтезироваться. Так стоило ли овчинка выделки, чтобы вот это всё слушать, и ещё на основании того, что он говорит, делать какие-то выводы о якобы пользе сала? И на внутренние воспалённые стенки сосудов эти жиры начинают прилипать. Правда? А почему сосуды начинают воспаляться? Ну, что-то он там об этом скажет. Но на самом деле, почему сосуды начинают воспаляться? Что там начинает прилипать? Научно, аргументированно, я объясняю в своей лекции по кровеносной системе. Вернее, по кровеносной и кровотворной системам. Там 4 часа или 3 примерно видео идёт именно эту лекцию. Посмотрите, чтобы знать абсолютно, что там происходит, что там прилипает, по какой причине и какого состава эти прилипания. Мы боремся как? Упираем жиры из своего рациона. Получаем в ответ целый каскад различных болезней обмена веществ. Правильно. Нужно брать из своей жизни те продукты, которые вызывают воспаление. А это высокомолекулярные белки, в первую очередь, мясные, творога, сыра, молока и прочих животных, высокомолекулярных белков. А во вторую очередь, дорогие товарищи, то, что он не сказал здесь вообще, уж не знаю по какой причине, может быть не в курсе он просто. Это лектиносодержащие продукты. Лектины это такие белки, самый из которых известный глютен. Так вот, эти белки синтезируются в некоторых растениях и накапливаются в некоторых частях определенных видов растений для того, чтобы их не ели насекомые и другие вредители, которые являются вредителями для этих растений. В первую очередь, это посленовые. Самый известный представитель посленовых это белодонна, от которой можно коньки отбросить буквально быстро. Во вторую очередь, это помидоры, это перец, это баклажаны, это картофель. Правильно делали старобрядцы, что еще настоящие старобрядцы до начала прошлого века категорически запрещали детям своим прочим есть эту самую картошку. Да, совершенно физалис и прочее. В общем, все, что к посленному относится. Во вторую очередь, это все бобовые, кроме чечевицы. Там мало лектинов. И на Руси действительно ели всегда чечевицу вареную. Там распадаются оставшиеся лектины, либо пророщенную. Ну а до 6-7 дневного прорастания тогда лектинов тоже практически не остается. На втором месте из бобовых это горох, нут и маш. Там больше, чем чечевицы лектинов, но меньше, чем фасоли и сои. Поэтому можно ограничиться, если уж совсем хочется, только чечевицей. Ну а третья группа продуктов, где лектинов много, это все зерновые, крупы, злаки. Но, конечно же, тут тоже есть исключения. И почему-то те же исключения, старые русские злаки, например, такие, как сорга, мало кто уже о нем помнит сейчас, и пшено. Только не дробленая пшеница, а вот эти круглые окатыши, зерна, пшено. Так вот, они не содержат лектинов вообще. Поэтому их тоже можно есть, если уж вы варите продукты. Если сыроед, это вам не актуально. А если вы сыроед и хотите проращивать что-то, то самое полезное это амарант и кунжут. Где, кстати, по составу эти именно продукты безумно богатые. Например, в амаранте выпендрюсь сейчас научно и скажу, что есть такое вещество скволен, которое раньше, в 80-х годах, особенно много добывали из плавников акул, убивая их тысячами и миллионами бедных акул. Хотя в амаранте этого вещества гораздо больше. А это очень сильное противораковое вещество. Поэтому его полезно применять. И самый лучший вариант проращивать до 6-7 дня прорастания семена амаранта. Ну что, кто научно пока выигрывает? Ну, по количеству терминов и правильности их изложения и, скажем, весомости таких вот доводов, да? Ну, идём тем не менее дальше. А на самом деле нужно убрать воспаление. Одним из факторов воспаления, ну, такой молекулой, которая играет одну из ключевых ролей в возникновении воспаления в нашем организме, является арахидиновая и арахидоновая кислоты. Арахидоновая кислота. Гениально. Это красивый термин. Действительно, кислот очень много разных. А также я вам пояснил, что на самом деле вызывает воспаление. Конечно, я сказал не всё. Ещё воспаление вызывает наличие в организме грибков, вирусов, бактерий, грибковых поражений в особенности. И, конечно же, воспаление вызывает отложение в межклеточном пространстве, в клетках организма, различных токсичных продуктов, которые в полной мере не выделяются из организма в результате потребления высокомолекулярных белков, в результате реакции антигена-антитела с образованием кадаверина, потрясынов и других гнойных токсинов и трупных ядов. Это тоже вызывает воспаление. Главным образом источником этой арахидоновой кислоты являются различные животные продукты. Желток, молоко. Однако их и этой кислоты там содержится не очень много. По правде сказать, эта кислота может синтезироваться нашим организмом самостоятельно из других полинедосыщенных жирных кислот. Поэтому, кстати, льняное масло так важно потреблять, чтобы эти жирные кислоты, которые нашему организму необходимы, синтезировались в нём самостоятельно. А если арахидоновая кислота есть в льняном масле и в животных продуктах, в жире животном есть, то тогда зачем есть животные жиры, тем более, если она вредная, ну а тем более, если она, допустим, нужна в небольших количествах, и она даже синтезируется в нашем организме, тогда это то же самое, как говорят про алкоголь, тему. А вот, мол, любители бухнуть и защитить свои, так сказать, воспалённые фантазии и верования. Говорят, ну наш организм сам вырабатывает алкоголь какое-то количество. Ну так и угомонитесь, хочется им сказать. Коль вырабатывает, он знает, сколько выработать, а больше не надо, потому что если начинаете потреблять больше, что происходит? Миллионы людей убивают друг друга, а на следующий день сидят, плачут, как же я друга своего 30 лет дружил, убил. Кто-то ребёнка с этажа вниз головой, с 5-го, 6-го или там с 25-го кидает, или давят людей на машинах, садятся, не понимая, что творят, и так далее, и так далее. Ну что про это говорить, разумные люди понимают, а аналогия-то здесь абсолютно уместная. Тогда смысл, где тут логика? Ну есть так и есть, и угомонитесь, не нужно это потреблять, арахидоновую кислоту, и сало здесь ни при чём. Однако правильно ли мы употребляем, и в достаточном ли количестве мы употребляем это самое льняное масло? И правильно ли у нас у всех работает обмен веществ? Обмен веществ? Если у вас обмен веществ, чтобы обеспечить этими кислотами, неправильно работает, то хоть сало вы ешьте, хоть льняное масло, если эти абсолютно одни и те же кислоты не усваиваются, не перерабатываются, не модифицируются, то тогда не будет никакого значения, что вы едите, что содержат эти кислоты. Вот ведь какой казуист. Для того, чтобы в полной мере обеспечить нас этими кислотами, которые будут синтезированы из компонентов нашей пищи. Зачастую мы, особенно с возрастом, или в младенческом, юном, маленьком возрасте, имеем проблемы обмена веществ. Конечно, имеем. Потому что пьём после маминого, это если повезёт, молока, молоко других видов животных, извращая законы природы и получая болезни уже в маленьком, младенческом возрасте, буквально в грудном. И дальше едим трупы животных, не понимая, что творим и так далее. Что же мы хотим? Конечно, нарушается обмен веществ уже в младенческом и подростковом возрасте. А тем более сейчас, в наше время, когда вошла в обиход и химия от бытовой до промышленно-пищевой, и антибиотики, и гормоны всем подряд, назначаемые врачами и так далее, и так далее. И вай-фай, и другие источники излучения, СВЧ-излучения, и многие-многие другие факторы, то болезни, естественным образом, всё молодеют и молодеют. И ждать ничего хорошего не приходится. Но сало здесь ни при чём. Как было ни при чём, так и остаётся ни при чём. Пока ни единого логического обоснования в доказательство того, что нужно есть сало, не привёл Иван Русских. Но, может быть, он приведёт дальше, слушаем. Поэтому факторы воспаления начинают вызывать негативные явления в нашем организме. У деток они могут проявляться в виде диатеза, в виде атопического аллергического дерматита. Это ведь тоже воспаление. Да, воспаление. И потому что матери через своё молоко кормят своих детей гнойными токсинами и трупными ядами, которые вызывают воспаление. Потому что они едят в пищу то, что не является видовой человеческой пищей, то, что вызывает реакцию антигена-антитела, отторжение высокомолекулярных белков, которые в пищу поступили, с выработкой продуктов распада в результате борьбы наших иммунных клеток с антигенами, которые попали в организм в виде высокомолекулярных белков. Наши антитела убивают эти антигены. Образуется гнойка, доверин, потрясыны, не буду повторяться более, которые и переходят через молоко грудное. Женщины-камелицы своему ребёнку. Соответственно, вот как это происходит в том числе у грудных детей. Спрашивают, а чего же у них? Они же грудные дети. От вашего молока? Так, а сало тут при чём? Или мамам надо есть сало, чтобы этого не было? Аллергия – это тоже воспаление. Атеросклероз – это тоже воспаление. Совершенно верно. Атеросклероз и другие аутоиммунные заболевания – это воспаление. А воспаление – это то, что я сказал, то есть про причины воспаления. А он, кстати, заметьте, не сказал ещё ничего про причины воспалений. Абсолютно. Кстати, насчёт льняного масла. Он правильно сказал, что оно прекрасно и хорошо. Ну так и пейте льняное масло, только желательно вакуумного отжатия. Огромное количество болезней связаны с воспалением. А воспаление зачастую связано с неправильным жировым обменом. Нет, никакого отношения воспаления к жировому обмену вообще не имеют. А имеют только к белковому. С тем, что наш организм не может в полной мере себя обеспечить всеми факторами, которые необходимы для нашего существа. Неправда. Организм наш не может себя обеспечить только микро- и макроэлементами, которые он либо с пищей получит, либо нет. Остальные компоненты могут пище или необходимые элементы питания синтезироваться. Микрофлоры организма, бактериями, которые в результате потребления живой растительной клетчатки синтезируют нам и жирные кислоты, и аминокислоты, и витамины, и так далее, и так далее. Только незаменимыми, реально незаменимыми являются компоненты, это микро- и макроэлементы. Существование нашего тела. И вот сало является одним из важнейших источников этих ценных и довольно редко встречающихся в нашем современном рационе веществ. Сало, только что он сказал, животное получает и синтезирует из того, что оно съело. Ну а коли в том, что оно съело, есть эти жирные кислоты, то тогда можно есть то, что есть свинья. Ну только, конечно, не ботвинья, а если мы говорим о жирах, те же масла, а может быть орехи. А почему бы не съесть авокадо, а кокосовое прекрасное масло, которое, кстати, тоже как и сало, содержит в себе в основном насыщенные жиры, насыщенные жирные кислоты. Необходимо также помнить, что поступление достаточного количества жиров обеспечивает и поступление витаминов. Сразу скажем, жирорастворимых витаминов, это важно было зрителям подчеркнуть, а не водорастворимых витаминов. Ну кто-то возразит, витамина Е достаточно и в растительном масле. Ну вот опять, вот говорят ему, ну слушайте, в растительных маслах много витамина Е и витамина А, жирорастворимых витаминов, так зачем же есть сало? А он говорит, да, вы будете правы, но, наверное, он скажет какое-то но. И в общем-то будет прав. Однако же, существует достаточное количество жирорастворимых веществ, присущих именно животным жирам, животному жиру. То есть он говорит о том, что тем не менее есть такие компоненты, а не называют, что это за компоненты, пока по крайней мере, которые присутствуют только в сале. Ну-ка послушаем, что же это за компоненты, которые присутствуют только в сале и более нигде. В частности, свиному салу. Стоп, 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 стоп. Поэтому это вывод. А родственники писали, что он так аргументированно и научно говорит. Ну-ка, какие компоненты? Ну не сказал Иван Русских, какие же всё-таки. Он сказал про витамин Е и А, которые всё-таки содержатся, как он сам признал, в льняном масле и в других маслах. Он также говорил о полиненасыщенных жирнокислотах, омега-3 жирнокислотах. Так они тоже содержатся, как он опять-таки же признался, в растительных маслах, в частности, в льняном масле, что льняное масло прекрасно и полезно. Но почему-то не все его могут потреблять и так далее. Хотя не потому, что вредно кому-то, он так не сказал. Он вообще это сказал непонятным образом. Никаких проблем потребления. То есть пойти и купить так же, как сало можно. Можно выжать самому, если деревянную маслодавку купить. Можно купить даже вакуумного отжатия. Мы, например, продаём, делаем специально именно потому, что мы ушли от больших бутылок и обычного холодного отжатия. Чтобы масло вообще не окислялось. И то же льняное масло, которое имеет слабо горький вкус, при вакуумном отжатии имеет ещё сладенький вкус, прекрасный. Потому что оно ещё не окислено от кислорода. И потому оно безумно полезно в этом смысле, в таком виде. Но, тем не менее, что же говорит Иван Русских дальше? Поэтому не стоит игнорировать в своём рационе этот продукт. Потом не стоит забывать, что достаточное потребление жирной пищи, в том числе свиного сала, вызывает у нас правильную работу желчного пузыря. Да ну! Это почему же это так? Это почему же это так? Желчный пузырь – это мешочек, куда из печени, вырабатываемая печенью желчь, поступает как в резервуар, который хранит большое количество желчи. И тогда, когда человек съест что-то жирное, а это жирное нужно расщепить, переварить, усвоить, необходимо большое количество желчи, чтобы желчь помогла нашим ферментам, ну, в частности, такому ферменту, как липаза, который синтезирует поджелудочные железа, и по протоку поджелудочной железы, попадая в общий желчный проток, по которому желчь из печени и из желчного пузыря, как из большого хранилища, в большом количестве, может при необходимости поступать куда? Через устье в 12-перстную кишку, помогала бы, участвовала в переваривании большого количества жирной съеденной пищи. Вот и вся тут логика природная, вот и вся, как говорится, биология и биохимия. Нехватка жиров в нашем рационе, и в частности, животных жиров, которые задерживаются в 12-перстной кишке и заставляют наш желчный пузырь как следует работать, эвакуировать оттуда желчь, является хорошей профилактикой, и желчекаменные болезни. Абсолютный бред, и никакого здесь здравомыслия нет. Ещё раз, любая жирная пища, растительная, животная, провоцирует спазмирование желчного пузыря и выбрасывание желчи в зависимости от объёма съеденной пищи жирной в 12-перстную кишку таким путём, каким я уже пояснил. И что же это доказывает? То есть, любое сало, масло, даже маргарин, любая жирная пища вообще не имеет значения сала, не сала, и тем самым любая жирная пища провоцирует очистку, если можно так сказать, желчного пузыря. Хотя ещё раз, это мешок для хранения желчи, который вырабатывает печень. И других заболеваний, обмена веществ, связанных с желчным пузырём. А я вам скажу, что ещё связано с желчным пузырём, что самое лучшее желчегонное средство, чтобы хорошо желчь гнать, это чеснок. Поэтому, дорогие друзья, ешьте больше чеснока, ешьте чеснок вместе с салатом, куда вы добавляете масло, либо там присутствуют жирные орешки или авокадо, и тогда будет желчь прекрасно выходить, синхронно, идеально, и желчный пузырь будет работать как часы. Не стоит также забывать, что желчные кислоты, входящие в состав желчи, являются производными холестерина. Гениально! А холестерин, не нужно забывать об этом, синтезирует печень, и потому никакой проблемы нет. Даже, как говорил сам Иван Русских, если вы не едите животные жиры, то печень синтезирует нужное количество холестерина. И потому, зачем он говорит про пользу сала, пока я до сих пор не могу понять, но, возможно, это идёт где-то дальше. Слушаем. Достаточное потребление вот таких плотных, твёрдых животных жиров вызывает нормальную работу желчного пузыря, отделение нормальной желчи и эвакуацию, извлечение из организма веществ, являющихся продуктами обмена холестерина. А вот про продукты обмена холестерина надо было сказать, в каких условиях какие именно продукты и как эвакуируются, потому что это пока только общие фразы красивые, не имеющие ничего общего с доказательной базой о пользе сала. Так же, как и любые другие жирные продукты, будет провокация и выработки желчи печенью, и сбросом желчным пузырём желчи по общему желчному протоку в двенадцатиперстную кишку. Как только мы ограничиваем животные жиры, так у нас сразу начинается неправильная работа желчного пузыря, застой желчи и весь каскад проблем в организме, которые за этим следуют. А это уже враньё. Либо полное невежество человека, пока он так аккуратненько перемалывал из пустого в порожнее и ничего не доказал, а не доказавши сделал вот такой вывод, что если животные жиры вы не будете есть, то будет ряд проблем и так далее. Значит, что такое научное доказательство? Причина, указывается процесс конкретный, чего не хватает, по какой причине, что в результате нехватки данного компонента возникает, к чему приводит, и тогда делается вывод. Он же из пустого в порожню перекинул, что растительное масло и жиры, всё там есть и желчь, и холестерин всё равно вырабатывается печенью и так далее. И тут, нате, пожалуйста, если не будете есть сало и другие жиры, животные, то будет каскад проблем. Правда, какой каскад тоже не сказал, но тем не менее будет. И глупые люди, которые уже давно не могут мыслить логично, вероятно, никогда не изучали, хотя это врождённое должно быть, но тем не менее, науку, логики, психологию, тем не менее, ведутся на это, хотя и это абсолютно алогично, бездоказательно, глупо. Поэтому, пожалуйста, если вы ещё ограничивали сало в своём рационе, свиное сало, поэтому, почему поэтому, что доказал этот Иван Русских, что он доказал, а хотите я кое-что вам докажу, а вы знаете, дорогие друзья, скажу я таким же тоном постараюсь, таким же вот как, а вы знаете, дорогие друзья, что есть такое вещество криптон-85, это радиоизотоп криптона, радиоактивный такой благородный газ. Так вот, этот изотоп криптона в природе существует в небольших количествах, но он вырабатывается и выделяется в атмосферу тысячами атомных электростанций, находящихся на нашей планете. А знаете, применимо к нашей теме, чем интересен криптон-85, радиоактивный газ, а он интересен тем, что он запасается организмом, а любой организм живой вдыхает его через легкие, и вот он запасает его именно где? В жировой ткани, конечно. Поэтому жир всех животных содержит повышенное сейчас, в наше время, на нашей планете, повышенное содержание криптона-85. А по законам природы, как нас учит наука экология, которая занимается изучением надорганизменных систем различных уровней и пищевых цепей сетей, по мере поступления первичной пищи от одного звена к другому, от продукцентов к консументам первого и второго и далее порядков, вредные вещества, токсичные вещества накапливаются, а энергии меньше и меньше остается. И потому криптон накапливают свинки в своих жировых прослойках в сале, а люди, потирая свое брюшко, у которых, скорее всего, как правило, уже есть несколько таких же жировых складок, ну им этого мало, они хотят еще, и потому они с радостью едят еще жировую ткань свинок, накапливая в себе еще больше этого прекрасного радиоактивного элемента. Но видео-то как называется «Сало – лучший витамин!» и про какой же он витамин рассказал нам. Просто перечислил к слову про жирорастворимые витамины. Гениально. Но идем дальше. Не делайте этого. Может быть, сегодняшний воскресный вечер вы так устали на даче, что вам обязательно надо подкрепиться. И если у вас в холодильнике есть кусочек сала, то садитесь и угощайтесь вместе со мной. Да он просто милашка. Он просто красавчик. Он такой доброжелательный. Он так вкусно говорит, что действительно вместе с ним хочется сесть и вкусить этот чудесный продукт, который получают каким путем? Путем убийства животных, которые так же хотят жить, как и вы, которые так же чувствуют боль, которых убивают. Они не хотят этого. Они кричат, орут. Они чувствуют. И им втыкают штык или что-то еще. Перерезают артерии, вырываются фонтаны крови. Потом им выпускают кишки, подвешивают на крюки. Вы знаете, что я написал этому Ивану Русских? Давайте посмотрим. А я ему вот что написал. Начнем по чуть-чуть. А человеческое сало никто не хочет. И он мне пишет. Брррр. Ну и фантазии. Я ему пишу. Нет, это не фантазии, а адекватный ответ на то, что вы говорите. Не жалко убивать животных, которые так же хотят жить, как и вы. И он пишет. Что он на это пишет? Где его разум научный? А естественно, здесь оправданий-то быть никаких не может. Ни научных, ни человеческих. И в таких случаях люди, о чем с чего я и начал, пишут заученными фразами идиотскими, дешево себя обманывая. Как он написал? А растения не хотят жить? И я ему на это ответил. А на это тем, у кого совести и ума, тех самых мозгов нет? Я давно ответил. Изучите это видео, мол, морковке тоже больно. И вы, товарищи, те, кто тоже что-то будет подобное писать, посмотрите это видео, морковке тоже больно. Про письмо одного неадекватного, которое радуется якобы оправданию того, что вот теперь бери и жри, коре морковке больно, которую срывают, вытаскивают прям за волосы, да, можно так вот сказать, за ботву, типа. Ну тогда режь горло, давай. Неужели вот есть такие еще идиоты? Это я так мягко-мягко говорю с любовью. Которые ставят на одну доску, на равенство. Вот у них равно растения, которые не имеют высшей нервной деятельности, нервных окончаний, вообще нервной системы не имеют, кровеносной системы не имеют, не чувствуют боли, потому что, так сказать, это не рецепторы, которые, фоторецепторы и прочее. Я говорю о боли, потому что нет нервной системы. И так далее, и так далее. Как вообще это? Здравомыслящий человек может говорить. Я вот скажу вам другое, что любой здравомыслящий человек, услышав такое, а такое вы явно теперь увидели и услышали от Ивана Русских, посмотрим на ответ, ответит ли он до выхода моего видео, вот этого, что я сейчас озвучиваю, пока потом программист будет монтировать. Так вот, ответит ли он что-то наподобие, какой я был идиот, я об этом никогда не думал. И действительно, вы правы, я уже пересмотрел свои вот эти вот верования, которые не являются совершенно знаниями истин. И действительно, глупость сделал. И справлюсь, и сделаю новое видео, что люди, я призывал действительно к страшному, к изуверству, оправдании своих вкусов через убийство и пожирание трупов животных. Это безумие какое-то. Но нет, я думаю, такого не будет, а если будет, я извинюсь перед ним на коленях. Так вот, дорогие товарищи, посмотрите обязательно вот это видео мое, морковки тоже больно, трутайте аргументы и контраргументы. И послушайте, что логичнее, а что совершенно не имеет никакой логики в основе своей. Ну, идем дальше. Как же правильно есть сало? А хочется спросить, так как же правильно есть сало, например, Ивана Русских? Давайте возьмем кусочек от лодыжки сала у Ивана Русских. Ну, или из боковой складочки, скажем, на поясничке. Засолим его вкусненько, положим в холодильник, с чесночком натрем, а потом съедим. А что же нет? А, то есть, кто-то вам разрешил есть, убивать, то есть, выращивать животных против их воли, естественно, убивать и пожирать. Ну, чё же нельзя тогда проговорить про человечинку. Кстати, говорят, сейчас уже во всё это пошло дело, и ролики мне скидывают постоянно, где про это уже и ролики, и тексты, где про это уже заикаются. Что же этого будет, безусловно? Когда человечество совершило и совершает одно грехопадение за другим, одно безумие за другим, одну несправедливость за другой творит в мире, с планетой, с природой, с животными, то, естественно, этим не ограничится. И как древние империи падали в крах в результате разврата, растления, чревоугодия и так далее, то, безусловно, и современная цивилизация падёт. А такие вот дурачки потакают этом, ускоряют этот процесс. Бальзам льют на уши и в душе глупых людей. Ну, слушаем дальше. Весь этот объём полезных свойств сала реализуется только тогда, когда оно не подвергалось термической обработке. Совершенно верно, потому что без термообработки любые продукты сохраняют свои витамины, жирные кислоты, минералы в несоизмеримо большей степени, чем при термообработке. А некоторые компоненты при термообработке вовсе разрушаются, о чём я всегда годами говорил в своих лекциях это вполне понятно, и он, молочинка, что это сказал. Только всех вот этих полезных свойств сала нет. Кроме того, что действительно, я скажу только про одно, чтобы долго не рассуждать. Да, с точки зрения биохимии, именно сало, если оно без прослоек мяса, как жир, не вредно. Да, не вредно, потому что действительно жиры легко разбираются и вводятся в жировой обмен липидный нашего организма любые растительные животные. Жир, это правильно всё. Но, я сейчас тоже даже о диетической стране вопроса не говорю, забыли о криптоне. Тогда я кратко скажу сейчас о кето-диете. Кратко. Я об этом сделаю видео, потому что Бутейко уже говорила в своей лекции очередной про кето-диету. Сейчас это новомодная кето-диета, кетос. Везде в интернете распространяется. Генералов книгу написал доктор. Там тоже дифирамбы салу поют. Значит, с точки зрения биохимии, да, вреда нет. Но, вся суть-то там в чём? Это что-то волшебство какое? Такой уникальный продукт? Да вообще никакой. Не уникальный, а просто дело в том, что если перевести запас энергии, если перевести энергетический обмен с гликолиза, да, с распада глюкозы на кетос, то есть на жировой обмен, на распад получения энергии из жиров, то тогда действительно решается ряд проблем. Да, это абсолютно примитивно, просто и понятно, я когда-нибудь в ближайшее даже время постараюсь выпустить видео о кето-диете, объяснить, почему так называемые вот эти мясные, палеокеты и прочие диеты вредны, несмотря на то, что от них будет в начале и первое время, годы даже, прекрасный положительный со здоровьем результат, что же они несут в себе на годы вперёд? Вот это я расскажу, почему результаты есть, но почему это безумно вредно, и всё-таки есть же кето-диеты растительные, веганские, сыроедные кето-диеты, конечно есть, конечно есть, принципы там сохраняются, то есть логика природная биохимических процессов, а сами продукты питания видовые остаются, человеческие, то есть связанные с плодами растительного царства, с первичной энергией, вот этим концентратом энергии и минералов и других компонентов органических земли и первичного звена продуцентов. В экологии, если мы говорим, то продуценты, они как раз автотрофтные организмы являются образователями первичного, естественного для человека, в том числе органического вещества, самодостаточного, а дальше наш организм, который является биохимической лабораторией, уникальный орган печени, наша кишечная микрофлора и так далее, сделают всё остальное, а жиры, да, есть такой вариант растительной, веганской кето-диеты, который полезен во всём, и действительно об этом я тоже расскажу. Ну, завершаем, наверное, послушаем ещё, что он там скажет нам. Солёное сало, свежее солёное сало, ни жареное, ни вареное, ни какое-то ещё, является как раз источником тех полезных веществ, о которых я сказал. Нет, льняное масло является абсолютным источником тех полезных веществ, о которых я сказал, а также кокосовое масло. Если совместить кокосовое масло в рационе питания не за один раз, за один приём, а вообще, то есть есть кокосовое масло, льняное масло, авокадо, какие-то орехи, то вы обеспечите свой организм всеми теми веществами и даже гораздо большими, о которых сказал и о которых умолчал Иван Русских. Кому же можно есть сало, кому нет? Конечно, если у вас есть заболевания, ограничивающие потребление жирной пищи, то вам, конечно, надо пообщаться с доктором и всё-таки уточнить у него, можно вам по состоянию здоровья потреблять жирные продукты или нет. А я скажу, кому можно? Можно тому, у кого совести нет, у кого нет природной жалости, бездушному человеку можно, кому совершенно наплевать, что есть лишь бы вкусно было, пусть за этим и стоит чья-то жизнь. Да, не человеческая, а животного, другого животного, такого же живого существа, как и ты. Им можно. Да, если можно, то сделайте обязательно сало частью вашего рациона. Недаром старые времена, не знаю как где, но в Беларуси, так это точно было очень часто распространено, срезали шкурку сала и давали маленькому ребёночку погрызть, пососать, когда у него резались зубки. Это облегчало боли. При том, когда резались зубки, механически дёсны эти размягчало, ребёночек сосал, делал вот эти усилия, жевательные немножко, и это облегчало прорезывание зубов. Кроме того, он обогащал поверхность дёсен вот этими полезными веществами сала, небольшое количество проглатывал, и всё это обогащало его рацион тоже, вызывало у него правильную работу организма. Правильную работу организма вызывает у грудного ребёнка только молоко своей матери. Так природой предусмотрено. А есть куски шкур, жира, и вообще трупа животных есть грызть и ребёнку, тем более грудному, и взрослому, не полезно, а вредно. По разным причинам. И этическим, и ментальным, и духовным в том числе. А пользы от сала будет не больше, с точки зрения биохимии, чем от льняного масла. А самое главное, было профилактикой и диатезов тоже. Это полный бред. Диатезы, нейродермиты, атопический дерматит, псориаз и прочие заболевания, которые проявляются явными кожными проблемами, идут совершенно из другой области. Они есть следствие грибковых поражений организма, и при том потребление большого количества углеводистой пищи, сладкой пищи, попросту говоря. А также это показатель интоксикации организма, накапливающимся в нем в тканях, клетках, соответственно, гнойных токсинов и трупных яда, которые в полной мере не могут вывестись из организма, и накапливаясь, вызывают в том числе и воспалительные, и застойные процессы, и способствуют развитию паразитирующих грибков различных видов. Кроме того, очень важно сало употреблять кормящим матерям, вообще беременным женщинам для гармоничного развития. Для гармоничного развития плода лучше слушать классическую музыку и читать Достоевского. А для гармоничного развития организма нужно есть то, что природа предусмотрела, это видовое питание для каждого живого существа на нашей планете. Для человека видовое питание, которое по всем морфологическим, анатомическим, биохимическим критериям свойственно и показывает, что же должен есть человек, это плоды, плоды растений, это овощи, фрукты, зелень, ягоды, это орехи, это проростки и так далее, и так далее. Тысячи видов того всего, что природа создала, что питательно, что достаточно для человека вполне, а не трупы и выделение животных. Плоды, им необходимо потреблять разную, разнообразную пищу, в том числе и свиное сало не повредит. Нет, свиное сало повредит мозгам, а есть надо разнообразную пищу. Это десятки и сотни видов трав, зелени разной, ягод, овощей, различных корнеплодов, отрепа, брюквы, там, квашеной капусты, да всевозможных орехов и, кстати, грибы. Царство грибов, не забыли? Которые, так сказать, богаты и витаминами, и минералами, и другими биологически активными, важными компонентами. Очень важно во время кормления потреблять сало, потому что как раз вот эти жирные кислоты, содержащиеся в сале, попадают впоследствии в грудное молоко и по цепочке попадают ребёночку, профилактируя у него также эти заболевания обмена веществ. А вот это уж билиберда, профилактируя обмен на веществ, просто в организме матери должны быть все необходимые питательные вещества, необходимые для её организма и развития плода. Соответственно, а также для кормления грудных детей, для этого нужно просто из пищи получать все необходимые аминокислоты, витамины, жирные кислоты, минералы, то есть микро-макроэлементы и всё. Вот что необходимо. И это не значит, что необходимо есть сало. 20 грамм сала в день являются прекрасной дозой, которая никому не повредит. Стаканчик красного сухого вина в день никому не повредит. Ну, можно, конечно, и 2, и 3 раза в день. В общем, перед едой или после еды никому ещё не повредило. Так, в общем, дальше, ладно. Я специально дам прослушать до конца, чтобы кульминацию послушать, а то перемотаю, кто-нибудь скажет, что вот там он что-то важное пропустил. Ну, отвечать ему сейчас как бы буду пореже. Слушаем. Ну, что же, если взрослому человеку с физическими нагрузками захочется 50 грамм сала съесть, пожалуйста, пусть съест. Если же вам хочется 50 грамм сала съесть, то гармонизируйте свою физическую нагрузку вместе с потреблёнными калориями. Пройдитесь полчасика по улице спокойным шагом или пробежитесь где-то, подтянитесь, что-то ещё такое, чтобы сало не стало источником для вас излишних калорий. Если вы его потребили много, работающему человеку, физически работающему человеку, это количество тоже будет ни по чём. Сопровождение потребления сала чесноком или луком лишь усилит его полезное действие. Нет, это усилит его приятный вкус и аромат, как и соль, как и любые другие специи. Всё то, что вызывает аппетит, вызывает уникальные, не имеющие в природе аналогов вкусы, которые придумывает сам человек, которые раздражают рецепторы, раздражают головной мозг и вызывают ответную реакцию в виде рефлекса Павлова по слюноотделению. Обсыпание сала пряностями, тмином, укропом, розмарином, различными прованскими травами, создание пряных композиций на этом сале каждый может подобрать для себя самостоятельно. Лишь усилит слюноотделение, вот то, что у него прямо аж сглатывает, не может никак дождаться, когда же он закончит, словоблудие приступит к делу, начнёт раздирать и проглатывать кусочки. Я думаю, 50 граммами там не отделается он, не удовлетворится, и, видимо, там будет весь этот кусочек в 200-300 грамм. Полезные антиоксидантные и прочие свойства, витаминизирующие свойства сала. Это всё очень хорошо, подбирайте на свой вкус. Конечно, хорошо, потому что Бог придумал пищу для каждого вида свою, а дьявол создал кулинара, и поэтому надо присыпать, засыпать, замочить, засолить и так далее, и создать тот вкус, от которого вы будете приходить в восторг, просто в эйфорию. Сало по-венгерски солят вместе с паприкой, которая также является прекрасным источником лютеина для нашего зрения. Посолите сало вместе с засушенными лепестками бархатцев, чтобы ещё больше усилить пользу сала от потребления этого лютеина, от потребления вот этих жирорастворимых веществ. Сало. Гениально, гениально. Ну, тогда добавим ещё то, что как раз в жёлтых листочках и цветочках, и пестиках, и тычинках содержится ещё много бета-каротина, который также влияет позитивно на зрение, это очень полезно, потому давайте потреблять. А можно салатик с авокадо-жиром и с маслом льняным посыпать теми же специями для вкуса? То же самое мы получим или только с комбинацией с салом будет такая метаморфоза, ну, как с превращением из свинца в золото, говоря о философском камне? Наверное, будет то же самое или нет? Нет. Просто человек публично удовлетворяет и оправдывает себя самого перед собой и перед другими таким вот манером публичных от любимому салу. Вместе с полезными веществами это всё очень хорошо и гармонично. Конечно, это гармонично, ведь дело в том, что когда нож острый и легко проникает в плоть животного, когда до артерий перерезанных дойти гораздо быстрее и проще, когда можно перерубить топором позвоночник с костным мозгом и отрубить лапы и выпустить кишки и отрезать кусок с кожей сало, засолить и так далее, то это такая прелесть, это такая гармония, что это просто чуть ли не Богом всё создано. Да, великолепно. Добавьте к посолочной смеси куркуму, это ещё также усилит действие. Это усилит действие слюноотделения, конечно. И куркумы, и сало. Если вы забываете потреблять каждый день куркуму, но будете кушать 20 грамм сала, обсыпанных куркумой, это будет только польза для вашего организма. Не только куркумой, можно паприка, куркума, чёрный перец, чеснок, всё, что вам здесь захочется, всё можно вот так вот приготовить. Как правило, калорийное сало, излишнее калорийное сало, связано не с самим салом, а с тем, что мы его употребляем с большим количеством хлеба. Дурь и чушь, потому что сало, как жир, безусловно, калорийнее углеводов, а хлеб это углеводы, безусловно, любой жир растительный, животный, он несёт в себе калорий гораздо больше, и поэтому это лишние дополнительные калории просто пойдут как лишние калории в плане калорийности. Да, добавят веса вам в виде вашего накопленного уже сала, если количество энергии, которое несёт в себе сало и хлеб, будет больше, чем то количество энергии, которое необходимо вам на нынешний, сегодня затраты в плане энергопотребления вашими клетками, тканями организма. Ещё излишнее количество от потребляемого в данный момент количество энергии перейдёт в гликоген, запасётся в виде гликогена, это животный крахмал. Когда количество энергии с пищей, неважно, с жировой или углеводной, поступает больше, чем организм может потребить и запасти в данное время, то это излишняя энергия, откладывается в жировое депо, то есть в виде жира, подкожного, то есть, соответственно, или висцерального. А висцеральный жир, то есть жир внутренних органов, безумно опасен, гораздо опаснее, чем подкожный жир, потому что из-за него органы начинают хуже работать, и обменные процессы замедляются и затрудняются, что, соответственно, вызывает цепную реакцию подобного, поскольку человек не меняет питание, а дальше кровь хуже проникает к клеткам, обменные клеточные процессы ухудшаются, начинаются застойные процессы лимфы и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому количество потребляемых калорий не должно быть выше количества потребляемой энергии в течение суток на обеспечение всех жизненно важных процессов, в том числе работы всех групп мышц. Постарайтесь ограничить количество хлеба, потребляемого салом. Налегайте на сало, посолите сало так вкусно, чтобы вам и хлеба не хотелось. Ну, конечно, маленький кусочек хлеба можно съесть, но все-таки хлеба вы должны съесть в два раза меньше, чем сало. Если у вас кусочек сала 20 грамм, то кусочек хлеба должен быть вот такой вот маленький. Кладете в рот кусочек сала, и откусываете маленький-маленький кусочек хлеба. А вот кето-диета против потребления хлеба. И, кстати, права эта кето-диета любого типа права в отношении потребления хлеба. Как, что, почему, это я уже потом расскажу в лекции, про которую уже сегодня говорил, которую обещаю сделать. Тогда все будет здорово и гармонично. Да просто будет радость в душе. Гармония. Я думаю, и свинке это тоже будет очень радостно. Потреблять сало на шкурке или без шкурки? Я усиленно рекомендую вам потреблять сало вместе со шкуркой. Ну, тогда давайте будем потреблять сало Ивана Русских вместе с его шкуркой. С кожицей, то есть. А, кстати, через кожу у свиней, как и у людей, естественно, выделяются разные токсичные вещества, с которыми не могут справиться почки, большое количество сальных и потовых желез на коже любых млекопитающих животных, а уж тем более свиньи, близко очень, кстати, по биохимии к человеку. И вообще, кстати, многие гормоны берутся из свиней для лечения людей, да, даже пересадки органов практикуют. Очень близка генетически свинья к человеку. Ну, что ж, заниматься каннибализмом или, скажем, практически, да, каннибализмом очень даже гармонично. Почему бы и нет? Конечно, если оно не копчёное, про копчёное вообще не говорю. Говорю только про сырое солёное сало. В шкурке содержится громадное количество полезнейших аминокислот. Конечно. Так же, как и громадное количество токсинов, которые должны были через кожу выделиться вовне, но пока они ещё накоплены под кожей, ну, животное убивается, человек это всё засаливает и ест, и получает эти прекрасные питательные вещества. Различных аминокислот, которые очень важны для наших суставов и для нашей кожи. Всё это поддерживает здоровье и внешнюю красоту человеческого тела. Какие красивые слова про внешнюю красоту человеческого тела. У нас перед глазами с вами яркий тип такого представительного красивого человека, безусловно. Стимулирует сохранение молодости. Даже если там торчит чёрная щетина, от чёрного кабана какого-то сала досталось, ну, ничего страшного, плюньте на эти предрассудки и ешьте сало вместе со шкуркой. Да плюньте на эти предрассудки. Ешьте сало вместе с копытами и прямо с щетиной. Не надо ощетинивать кабана. Ешьте прямо со шкурой. Как первобытные люди типа в учебниках нарисованы, так и ешьте. Прекрасно. Не бойтесь включать сало в свой рацион. Оно принесёт вам очень много пользы, очень много здоровья, а потом, ну, это ведь вкусно, если оно хорошо посолено, если оно хорошо приготовлено, если приправлено чесночком, с лучком его съесть в хорошей компании, это всё будет только на большую пользу. Конечно же, пить просто так в одиночку это некрасиво, так можно деградировать, а вот пить прекрасную закуску с хорошей компанией, с приятными разговорами, это же одно наслаждение. Ну, аналогию, но это мы с алкоголем закончим, тут всё то же самое, человек оправдывает свою глупость, слабость, предрассудки, верование, а главное, мы поняли, это же всё очень вкусно, а если с чесночком, конечно. Дорогие товарищи, еда, говорю, для разумных людей, естественно, та, которая самодостаточна и вкусна сама по себе. Яблоко, арбуз, они сами по себе вкусны. Огромное количество тех продуктов, которые являются человеческой пищей, это плоды земли, они вкусны сами по себе, но тут сало само по себе не так вкусно, если, конечно, там нет соли, чесночка, специй, а когда так говорят люди, ну, прям солюньки сразу идут, да, у некоторых, и поэтому, что говорят, организм чувствует, что он чувствует организм, обманутый организм, привыкший к неестественным искусственным вкусам, созданным человеком в комбинациях различных специй, соленых, горьких, пряных, острых и прочих вкусов, конечно же, организм обманутый, он будет эти вкусы искать, он будет пытаться яркие, сильные вкусы, которых нет в природе, возобновить, он будет их искать, он будет пытаться найти их, и дает команду мозг, вот такой вам, давай, хочу, а это же естественно, организм же сам знает, он чувствует, да, в общем, что я еще хочу в заключение тогда пожелать зрителям, а вот сейчас дослушаем последние секунды, я скажу последние пожелания в данном видео. Будьте здоровы, не надо слушать какие-то демонизирующие ограничения в отношении тех или иных продуктов питания, прислушивайтесь к вашему организму, живите разумно и здорово, на этом я прощаюсь с вами, до новых встреч, ну что ж, надо к своему организму прислушиваться, и поэтому, когда алкоголик говорит, я хочу бухла, дайте ему, и пусть берет, не мешайте ему пить, когда табачный наркоман сосет свою соску поганую и травит всех вокруг, дайте ему надышаться табачным ароматом, прекрасно, как в той песне пелось нам слаще аромата рост табачный перегар, ну так дайте, он жархочет, организм же просит, организм же лучше знает, героиновому наркоману дайте кольнуться, дайте другому наркоману шарнуться, ну они же знают, организм же просит, а в чем же тут разница? Некоторые скажут, вот вы сравниваете какие вещи, нет, я сравниваю совершенно адекватные вещи, потому что, то что человеку хочется, это не значит, что это естественно, разумно и так далее, а те якобы основания, на основе которых вы строите, якобы умозаключения, на самом деле, повторюшки и верования, что мол якобы, вот так жили предки, ничего, это все как раз вот именно, что ничего, потому что есть биология, биохимия, есть у каждого живого существа внешний, то есть морфологический тип, анатомическое строение, биохимическое, и вот ничто нам, ни на грамм, ни на миллиметр, не говорит о том, что мы можем, способны, и что это естественно, потреблять для человека животные, так называемые продукты. В общем, я не буду сейчас, потому что, конечно, возникнут у новеньких, особенно, новичков на канале, или протестующих, какие-то попытки. Уверяю вас, что все попытки разобьются, а логичные, стройные доводы, научную истину, и прописные истины природы, я в своих видео, досконально и подробно, разбираю все аспекты, уверяю вас, что ни одного вопроса нового, по сути, серьезного, вы не сможете задать, а потому давайте так, вот будет под этим видео более 20 ссылок главных, с 1, 2, 3, 4, вот с номеров, и по 20 какой-то. И вот там вы слушайте, внимательно смотрите, и вы найдете все ответы, все, вот если захотите разобраться, а если вы захотите просто все это есть, и жить для брюха, и радоваться этому, тогда не пишите вот эту чушь, не несите эту ахинею насчет того, вот таких вот оправданий, о которых шла речь в этом видео, в письме, вот этой вот, так сказать, родственнице нашей героини, сегодняшней. Ну и вот, собственно, я тоже хочу вам пожелать крепкого здоровья, здравомыслия, и слушать не брюхо свое, а слушать голос разума, а главное голос совести. И, наконец, прошу вас посмотреть вот эти два фильма, быть может, они пробудят в вас спящую вашу совесть и разум, вот про детей и мясо. Вот эти два маленьких, малюсеньких, коротких видео, а потом, если захотите, то, что я рекомендовал вам, под этим видео найдете вы все. На этом, пожалуй, закончим. До новых встреч, всего вам самого лучшего, до свидания.